А не о том, о будущем, в 25-м году, где-то, в 30-м году. Нам эти завтраками не надо кормить, во-первых. Мы пришли по другому вопросу. Благо, без инициативных групп, общей составляющейся. Человек, нас примерно, наверное, 80 подписали. По чату хотели подписать человек, что 20-30, наверное, 300, вот так примерно. Там даже гемодиализм есть. Дело в том, самый насущный вопрос о сегодняшнем дне идет, именно о сегодняшнем. А не о том, о будущем, в 25-м году, где-то, в 30-м году нам эти завтраками не надо кормить, во-первых. Дело в том, что за октябрь месяц, за декабрь месяц сполна не получили денег. Это, теперь же за ноябрь, февраль, они уже не могут получать. Дефицит бюджета составляет примерно 160 миллионов тенге. Представляете вы? Вы куда делили вот эти деньги? Вот повторяется. 2017 года одно и то же повторяется. И все, никакого ответа не привета. Уже индивидуальные помощники, а также инвалиды, они прекрасно знают все эти акты, подзаконные акты. Законы о защите прав инвалидов. Законы международной конвенции. Вы не соблюдая законы международной конвенции, не соблюдая закон о защите прав инвалидов, дискриминируя, между прочим. Дискриминируя, это почти что насилие. Вы лишили прав их по выдаче оплаты индивидуальных помощников. Вот самый главный вопрос, животрепящийся вопрос стоит. Еще раз, я же говорю, не дуанство. Вы признаете, не надо, не перебивайте, пожалуйста. Я вас не перебиваю. Теперь же, вот три у нас вопроса. Во-первых, мы за декабрь, за октябрь месяц сейчас судимся уже, по судам входим. Так, теперь же мы даже забыли о своих занятиях, о своих предпринимательских деятельствах забыли, забыли о работе, забыли даже о насущнем хлебе. Некоторых семьях нет, пожрать дома нет. Понимаете, в чем дело? Вы представляете, до чего допустили? Вы серьезно не принимайте сейчас в данный момент наш разговор. Мы что собрались здесь, осуждать вам по этим проблемам, по подзаконным актам, что ли? Эти подзаконные акты вы не выполнили. Приказ 677 говорит о том, что есть пролонгации за время проведения конкурсов или государственных закупок. Индивидуальные помощники не должны лишаться выплаты индивидуальным помощникам. Это зарплата, составляющая 5,6 тысячи тенге на каждого индивидуального помощника. Вы прекрасно об этом знаете. Даже если по 4 часа, это 34 тысячи тенге в месяц. Но вы не то, что 34 тысячи тенге, вы 20 тысяч тенге, 30 тысяч тенге даже не дали. За два последних месяца, я имею в виду октябрь-декабрь месяц. Теперь же, помимо этого, январь-февраль опять молчите. Вы говорите о тех же государственных закупках, которые опять же в интересах, в лоббировании этих интересов неправительственных организаций, общественных объединений, которых насчитывается у нас по области 766 общественных объединений. Но всегда выигрывает общественное объединение Казахское общество слепых или общественное объединение с поражением органов зрения ЖАИК. Это Урал, представляющий лице Кадрбекова. Вы опять суете этому Кадрбеку. В октябре месяце возмущение у нас было. Так, чтобы не заключать договоры по государственной закупке именно с корпоративным фондом Урал, вы все-таки заключили. И индивидуальный помощник лишился этой заработной платы за два месяца подряд. Вы за два месяца подряд можете лишиться заработной платы? Вы сейчас в данный момент работаете в этой социалке, когда индивидуальный помощник в первую очередь должен получать зарплату. Почему-то вы получили зарплату и спокойненько входите. А разрешите, я сейчас только вставлю ваши разговоры. Я об этом говорил. Почему? Давайте закроем глаза, завяжем глаза. Мы прошли по всем. Пять минут с закрытыми глазами. Попробуйте нас усюдить. Мы прошли по прокурору. Где платки? Несите сюда платки. Мы прошли по аудитам. Никто нам не ответил. В течение трех лет, между прочим, боремся мы с этой ерунда. Вот платки, давайте, попробуйте. Вы поддержите нас и что-нибудь сходить попробуйте. Давайте я вас поддержу. Давайте с начала минуту отвечу. Хорошо, тогда можно, мы вам глаза закроем. Теперь пять минут только. Берем с... Сандриверендер, ну вы представьте, что вы слепые пять минут. Сандриверендер, ну вы можете акцию поддержать? Это поддержка, да? Друзья, подождите. Хорошо. Ну, сейчас послушайте, опять не надо. Можете? Можно мы вам это? Не все с нами. Кто еще? Кто еще? Это как он? Журналисты, вы согласны кто-нибудь? Закрыть на пять минут глаза. Уважаемые журналисты, блогеры, попробуйте в нашей шкуре, побудьте в шкуре инвалидов. Можете на одну минуту закрыть глаза? Пожалуйста, будьте добры. Поддержите нашу акцию. Мы не хотим пока мороз выходить на просе. Согласны? Спасибо. Еще кто-то. Где платки? Попробуйте в полиции подняться. Где платки? А вон, вон. Маке, пойдем, пойдем, пойдем. У нас сейчас три вопроса. Вот, вот еще. Вон он. Направить бюджеты точно. За январь, февраль месяц оплату индивидуальным помощникам 100%. Во-первых. Второе. По вопросу, недополучили заработные платы за декабрь, октябрь месяцы наказать виновных, снять должностную листью с работы, возбудить уголовное дело. Второй вопрос. В-третье. Просим митинга. Митинга всех инвалидов. Нас поддержите? Первой группой. Весь минуты. На площади обоих. Вот три вопроса у нас. Итак, можете дать рахметку? Больше нет у нас вопросов. Ага, болды, дурского. Это, дурский. Вы знаете, даже вызовы. Выручим нашу водонамность, да? Аллахаша. Все, дальше слушай. Я. Варишесрак, мы закатим. Январь, февраль, айна. Бюджеттен, Ахшаву-Люшинды, срочно. Еще кто же? Газир, не выдержу. Газир, не выдержу. Газир, не выдержу. Президент, какие ощущения? Какие ощущения? Какие ощущения? Ничего удивительного. Вот как раз я хотела сказать журналистам-блогерам. Задайте вопрос, те, кто стоят сейчас, акцию поддерживает, закрытыми глазами, зрячие. Какое ощущение? Я сейчас хочу подойти к кому-то. Я не знаю, как это делать. Как первый шаг сделать? Ирлана Алексеевич, пускай выступим. Она сейчас за каждым глазами. Я прошу тогда всех встать и поддержать, поблагодарить всех, кто участвует в этой акции. Я хочу всем предложить, вы не считаете меня, что я и нашим, и вашим. Давайте искать пути, мирно искать пути, выхода из нашего тяжелого положения. Это оплата за январь и за февраль месяц. Это раз. Во-вторых, мы всегда успеем и до конвенции, куда угодно, и на площадь пойти. Там сейчас мороз. Достаточно того, что мы здесь находимся. Это уже протест. Пришел Аким города, Уральска. Продолжение следует... Аббат Абайч, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...